Монета 3 копейки, 1924 года выпуска. На реверсе прописан номинал монеты, крупная цифра 3. Под ней обозначено название денежной единицы, одной горизонтальной строкой надпись копейки. Ниже указан год чеканки монеты 1924. Слева и справа полукругом колосья пшеницы, скрещенные внизу. Стебли колосьев имеют продолжение и, проходя вверх по бокам вдоль канта, соединяются вместе над цифрой 3. Вдоль стеблей имеется 7 участков, состоящих из двух точек или узелков на стебельном ободке колосьев. Бывают различные формы и размеры. Служат для определения разновидности монеты. Часто являются необходимым отличительным признаком для определения подлинности монет. На Аверсе в центре герб СССР образца 1923 года с шестью витками ленты на колосьях пшеницы по числу языков четырех союзных республик, образовавших в декабре 1922 года СССР, русском, украинском, армянском, грузинском и тюрско-татарском и белорусском. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца с лучами бьющими вверх и планеты, размеченной параллелями и меридианами, серп наложенный на молот, символ союза рабочего класса и крестьянства. Над скрещенными серпом и молотом расположена пятиконечная звезда. Под гербом прописана аббревиатура государства, полукруглая надпись СССР с точками после каждой буквы. Вокруг герба расположен лозунг «Пролетарии всех стран, запятая, соединяйтесь, восклицательный знак». На этой монете гурт гладкий. Часть монет. Три копейки 1924 года была чеканина с рифленым гуртом. Ленинградский монетный двор чеканил на заготовках с рифленым гуртом. А специализированный цех на заводе «Красная заря», который был привлечен к чеканке монет, на заготовках с гладким гуртом, как вот здесь. Часть заказа размещена даже была в Англии. Монета изготовлена из меди. Вес монеты 9,8 грамма. Диаметр 27,7 миллиметра. Трешина 2,1 миллиметра. Чеканили монету на ленинградском монетном дворе на заводе «Красная заря» и в Англии. Средняя цена монет с гладким гуртом 200 рублей. Монет с рифленым гуртом 10,000 рублей. То есть разница раз в 50. Конкретно эта монета куплена всего за 50 рублей. Ввиду ее значительного износа. Монета 3 копейки. 1926 года выпуска. На реверсе прописан номинал монеты. Крупная цифра 3. Под ней обозначено название денежной единицы. Надпись горизонтальной строкой «Копейки». Ниже указан год чеканки монеты. Дата 1926. Под ней круглая точка. Отцентрованная к дате. Слева и справа полукругом колосья пшеницы. Скрещенные внизу под точкой. Стебли колосьев имеют продолжение. Вдоль канта соединяются над цифрой 3. Стебли имеют 7 участков. Состоящих из двух точек. Или узелков. На стебельном ободке. Бывают различные формы и размеров. С различным месторасположением на стебельном ободке. Часто являются необходимым отличительным признаком. При определении подлинности монет. На Аверсе в центре, в полуокружности, не замкнутой снизу, расположен герб СССР образца 1923 года. С шестью витками ленты на колосьях пшеницы. Витки ленты символизируют языки русский, украинский, белорусский, армянский, грузинский и тюркско-татарский. Четырех союзных республик. РСФСР, Украинский СССР, Белорусский СССР и Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Образовавших в декабре 1922 года Союз Советских Социалистических Республик. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего Солнца и планеты, размеченной параллелями и меридианами, скрещенные серп и молот, символизирующие союз рабочего класса и крестьянства. Над ними пятиконечная звезда. Вокруг герба, вдоль канта, размещен лозунг «Пролетарии всех стран, запятая, соединяйтесь, восклицательный знак». Под гербом прописана аббревиатура государства. Надпись «СССР» с точками после каждой буквы. Гурт монеты рубчатый. Монеты изготовлены из алюминиевой бронзы марки БРА5. Сплав 95% меди и 5% алюминия. Вес монеты 3 грамма. Диаметр 22 мм. Толщина 1,3 мм. Чеканили монету на Ленинградском монетном дворе. Тиражом 19 млн. 940 тыс. штук. Средняя цена монеты составляет 180 рублей. Конкретно эта монета куплена за 100 рублей. Диаметр 22 млн. ДИаметр 23 млн. 11 млн. 2. Продолжение следует...